Коллеги, добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, с какими разделами Кликсенс нам предстоит работать в рамках наших обучающих материалов. Это будет диспетчер данных и это будут листы, дробь дашборды. Смотрите, есть два основных способа загрузить данные в Кликсенс. Это диспетчер данных, простой способ, визуальный, и редактор загрузки данных, более такой, я бы не сказал сложный, он просто более экспертный. Вы будете писать код и загружать данные напрямую через код, создавать коннекторы и вот всякие такие интересные штуки. А потом на листах вы будете создавать визуализацию своих данных. Давайте запустим Кликсенс, у меня это будет дистопная версия, у вас это будет скорее всего веб-версия, но ничего страшного. И для начала мы создадим новое приложение и назовем его MyFirstApplication. Создали. Приложение успешно создано, давайте его откроем и добавим какие-нибудь основные данные. Как только приложение откроется, вновь созданное, нам предложат два варианта. Либо добавить данные через диспетчер, либо через редактор скриптов. Просто перетащим наши тестовые данные на окошко и они сразу загрузятся. Ждем, проверяем, что все нормально, что у нас правильно расставлены наименования наших столбцов в заголовке есть. И что кодировка не съела никакие данные и не поковеркала их. Нажимаем следующий. Данные будут автоматически загружены. Клик. Давайте посмотрим, как это на самом деле выглядит, потому что при добавлении первых данных они загружаются автоматически. Но на самом деле, когда вы работаете через диспетчер, это выглядит так. Вот этот кругляшочек, тестовые данные, это и есть наша загруженная таблица. Мы можем посмотреть, как она выглядит, какой-то срез ее информации. Можно посмотреть здесь. Также через диспетчер данных можно делать много различных вещей. Например, редактировать данные внутри, смотреть их тип, разбираться, как они устроены, что-то менять, какие-то фильтры настраивать. В общем, много чего. Это не простой инструмент, куда мы просто перекидываем таблицы. Это еще инструмент редактирования данных. Плюс можно добавлять дополнительные таблицы и простраивать между ними связи. Мы это не будем трогать в рамках данного курса. Мы будем делать это уже сразу в редакторе загрузки данных. Но просто, чтобы вы знали, здесь тоже много чего можно сделать с данными, даже без необходимости писать код. Можем еще раз нажать на «Загрузить данные», чтобы было понятно, что вообще происходит. Данные загружены и нажимаем «Анализировать лист». И опять же, вновь созданное приложение нам сразу создает один лист. Нам не нужно его создавать, но давайте с вами просто сделаем это. Откроем вот здесь вкладочку со всеми листами и нажмем «Создать новый лист». Напишем «Мой первый лист». И описание. Тестовый лист. Пойдет. После этого просто нажимаем кнопочку «Интер» и наш лист создается. Нажимаем на него. Переходим на наш лист. Как выглядит сам лист, как его редактировать. Для этого, во-первых, нужно нажать на «Изменить лист» и он нам напишет, вот, отобразит его разметку, отобразит его различные модули, которые можно в него вставлять, всякие диаграммы, основные элементы, пользовательские объекты. И вот если мы нажмем просто на него, должна появиться такая кнопочка «Свойства листа», где мы можем поменять его название, отобразить условия показа через какие-то формулы и, допустим, настроить интервал сетки, выбрав, какая у нас будет разбивка на листе, большая, маленькая или очень маленькая. Давайте выберем большую, чтобы наши диаграммы не выглядели миниатюрно. Давайте выберем «Широкий», чтобы наши диаграммы не выглядели миниатюрно. И теперь создадим нашу первую визуализацию. Наша первая визуализация будет «Таблица», потому что, ну, скорее всего, вы уже работали с таблицами и вам будет достаточно понятно, что это такое. И создадим нашу первую визуализацию. Нашей первой визуализацией будет «Таблица», потому что она уже и так всем должна быть понятна, все работали с таблицами, знают, как они выглядят, знают, в чем их смысл. И на ее примере мы легко поймем, что такое измерение и меры. Давайте добавим сразу измерение и выберем что-нибудь максимально понятное. Например, товарная группа 22. И после того, как мы выбрали товарная группа 22 в качестве нашего измерения, уникальное значение из загруженной колонки товарная группа 22, уникальное значение, вывелись сюда. Здесь нет дублей, здесь просто каждое значение, которое там встречалось. Если у нас встречались, допустим, аксессуары для сада 500 раз, то мы все равно выведем одни аксессуары для сада, потому что это то, как будут наши данные нарезаться, то, как будут наши меры нарезаться. Давайте сейчас разберемся с мерами. Добавим меры и выберем, например, продажи в рублях. Смотрите, у нас есть товарная группа 22, и мы хотим знать, сколько продаж в рублях было для каждой этой товарной группы. Для этого у нас есть основные формулы, то, как мы будем агрегировать данные. У нас есть много записей, например, для авокадо у нас там 300 записей, в которых мы что-то продавали. Чтобы узнать, сколько всего было записей, сколько всего было продаж по авокадо, нам нужно просуммировать вот эти данные, вот это большое количество колонок, просуммировать значение в рублях. То есть для этого мы выбираем сумму продажи в рублях. И теперь мы видим, что вот по авокадо продажи в рублях составляли миллион семьсот тысяч с копейками, ну почти миллион восемьсот. И для всех остальных тоже значений, нажмем «изменить завершено», чтобы можно было пролистать, и для всех остальных значений мы тоже видим данные по продажам. Здесь же можно, например, отсортировать от максимального, и сразу можно посмотреть, что лучше всего у нас продавались пиво и сигареты, а чуть хуже, например, какие-нибудь витамины и виски 3 литра. Виски более 3 литра вообще никто за рассматривая периоды не купил. Давайте немножко еще добавим диаграмм, чтобы было интереснее. Давайте сделаем заголовок колонки более красивым и понятным, без вот этой формулы. Введем здесь, что здесь сумма продаж в рублях. И нажмем «Интер». И у нас поменялась колоночка. Вот это вот поле «Метка» позволяет менять колоночку. Еще давайте поменяем формат чисел. Сделаем так, чтобы они отображались в рублях. Выберем формат чисел «Денежный» и уберем копейки, чтобы они нам не мешали. И теперь у нас есть сумма продаж в рублях и товарная группа. Сейчас мы добавим еще пару диаграмм, чтобы было интереснее работать с ними. Добавим диаграмму «Фильтр» и выберем, например, например, номенклатуру. В диаграмму «Фильтры» мы можем добавить только измерения, которые покажут уникальные записи в нашем поле, в нашей колонке, которую мы выбрали. И позволят отфильтровывать те измерения, с которыми мы хотим работать. Также добавим ключевой показатель эффективности, так называемый KPI. Он выводит только меру, только численный показатель. И, например, мы хотим знать, сколько раз была совершена продажа. И добавим еще одну диаграмму «Ключевой показатель эффективности», которая нам даст знать, сколько было продаж в штуках. Выбираем «Добавить меру» и выбираем также «Сумма», потому что в нашей исходной таблице добавлено количество штук во время продажи, там 10 или 15, поэтому мы просуммируем эти значения. Сейчас мы видим полную сумму продаж вообще по всей нашей таблице. Давайте сразу настроим красиво это все. Количество товаров в штуках. Пойдет. Немножко расширим, чтобы это было красиво. И давайте поменяем формат на числовой, потому что нужно дать их количество. И опять же округлим до целых. Нажимаем «Изменение завершено». И теперь мы можем смотреть следующие данные. Нажимаем «Изменение завершено». И, например, посмотрим следующие данные. Нас интересует пельменная продукция. Мы видим, что в пельменную продукцию входят только пельмени и хинкали. Все остальное, что отображается в фильтре, в пельменную продукцию не входят. Всего было продано 80 485 штук и пельменей, и хинкали. Если мы через фильтр выберем пельмени, мы увидим, что было 75 тысяч примерно пельменей продано. А хинкали, разумеется, 4917. Также у нас сумма продаж в рублях отобразит, что вот 5 тысяч проданных хинкали – это примерно 651 тысяча рублей. А пельменей – это 13 миллионов рублей. Теперь нажимаем кнопочку «Очистить выборку», чтобы вернуться обратно. Нажимаем кнопку «Изменить лист». Давайте сейчас поставим перед собой следующую задачу. Допустим, мы хотим узнать, сколько номенклатур содержится в каждой товарной группе и вывести это визуально красиво. Перенесем на график линейчатую диаграмму. В качестве измерения будем использовать товарную группу 22, а в качестве меры будем использовать номенклатуру. Теперь главный вопрос. Нам нужно посчитать количество номенклатуры в разрезе данных измерений. Поэтому мы используем count – счетчик, который нам посчитает, сколько у нас всего записей. Также тут есть среднее значение, минимальное, максимальное, но мы будем использовать count. У нас получился вот такой график. Теперь наведем на автохимию и посмотрим. Данный график нам сообщает, что в автохимии и косметике есть 699 номенклатур. Но это некорректные данные, потому что если мы нажмем на нее, мы посмотрим, что их здесь, если 10 наберется, то хорошо. Почему это произошло? Потому что в нашем файле много различных продаж по автохимии и косметике. Но чтобы посчитать, сколько всего номенклатур находится здесь, сколько уникальных номенклатур, нам нужно немножко поменять формулу. Для этого мы заходим сюда, в наш график, просто щелкаем по нему, выбираем меры, count, и здесь нажимаем на fx. Это редактор выражения. Мы видим, вот здесь обычная формула, count, и здесь поле, по которому мы этот count производим. Перед этим полем нам нужно ввести ключевое слово 10. Надпись OK сообщает, что все в синтаксическом плане правильно. Нажимаем кнопку применить. Изменение завершено. И очистим выборку. Очистим выборку. Уберем обратно. Теперь будут отображаться правильные данные. Мы видим, что ручные инструменты содержат больше всего различных номенклатур. Если мы нажмем на ручные инструменты, мы видим, что номенклатур у нас здесь 16. Теперь мы видим, что их было продано всего 520 штук. И сумма продаж в рублях составила 80. Также мы можем посмотреть, какие конкретно, за сколько там продавались. Вот, допустим, молотки. Допустим, молотки. Было продано 11 молотков на 2000 рублей. Также это работает и в обратном направлении. Когда мы отменяем выборку, мы можем выбрать любое значение. Допустим, вот так. И, допустим, вот так. Вот все, что мы выбрали. Это украшения для выпечки, спагетти и все остальное. Больше всего мы выбрали повседневные обуви. Продано всего этого было 4000 с копейками. И сумма в продаж составила 400 тысяч рублей. Нажимаем «Изменить лист». Нажимаем «Ctrl-S», сохраняя наше предложение. Если вы работаете через браузер, у вас ваше предложение сохраняется автоматически, вам не нужно специально прожимать горячие клавиши сохранения. А если вы так же, как и я, работаете в дисктопе, не забывайте сохраняться почаще. Вернемся в хаб. Посмотрим, что мы создали наше первое приложение. В дальнейших же роликах мы рассмотрим более подробно о том, как работать с самим редактором загрузки данных, как загружать данные с помощью кода, что такое мастер-меры, что такое мастер-измерение. Поэтому обязательно не забудьте нажать на кнопочку «Подписаться» и прижать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на сегодня все. Всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok